О том, что в первом раунде плей-офф нам придется играть с летчиками, стало известно еще около месяца назад. Коллектив из Самары в этом сезоне ставит перед собой самые высокие цели. И третье место по итогам регулярного чемпионата яркое тому подтверждение. Отношения Брянска и ЦСКА в этом сезоне, мягко сказать, не заладились. Из шести проведенных встреч наши хоккеисты смогли выиграть лишь одну. И без того нерадужную статистическую картину дополнили и два поражения в первых матчах серии, которые прошли в Самаре. 2-1 и 3-0. Таким образом Брянск в преддверии третьего поединка поставил себя в практически безвыходное положение. Нужно было как минимум дважды обыгрывать Самару дома. И даже это не гарантировало общий успех. Начался матч достаточно академично. Гости никуда не торопились, а у Брянска поначалу ничего не получалось. Единственная вспышка активности случилась за минуту до сирены на перерыв. И закончилась шайбой в Брянские ворота. Айваз Халиков реализовал численное большинство своей команды. 1-0. Практически сразу после перерыва Брянск ответил тем же. Играя в большинстве, наша команда усилий Нечванова сравнивает счет. 1-1. Затем хозяев ожидало непростое испытание. С легкой руки судейской бригады почти пять минут брянцы вынуждены были отбиваться, играя то вчетвером, а то и втроем. Выстрели и практически сразу вышли вперед. Валерко удачно сыграл на пятачке. 2-1. Третий игровой отрезок вполне ожидаемо начался с массированных атак самарцев. До поры брянская оборона справлялась с натиском. Несколько раз выручал гвоздик. Но удержать победный счет хозяевам не удалось. Сначала Сергей Горлов зажигает на табло 2-2. А Владимир Воронцов минутой спустя точным броском выводит свою команду в полуфинал. Летчика в следующем раунде ждет противостояние с Мордовией. А хоккейный Брянск в очередной раз не может преодолеть первый раунд плей-офф. Дмитрий Кузнецов, Владимир Сидоров, Евгений Седачев, Сергей Чмутов, Дмитрий Комаров. События. Брянск.